Здравствуйте! Будем устанавливать лебедку. Я уже тут отверстие насверлил. Замамахло сверлить. Теперь надо попадать. Вот только еще не знаю как лебедку правильно подключать. Надо чтоб плюс был разрывной или минус. Как правильно бог его знает. Наверное буду минус размыкать. Еще не знаю. Есть у нас хороший электрик, но дождаться его очень долго надо. Терпения много надо, чтоб дождаться когда он к тебе приедет. Поэтому дожидаться не будем. Будем сами тулить. Отверстие чуть-чуть напильником подработал, чтоб полегче болты залазили. Конструкция предельно интересная. 8 дырок и все рядом друг с другом. Как там что попадать куда? Даже не представляю. Если сверлить как положено, там миллион пятьсот дырок отверстий, то мои предположения, что просто послабится металл. Креплю пока на четыре болта. Потом будем посмотреть. Очень приятно, что вы переживаете и пишите комментарии про хвост, то что буду цеплять им все. Значит, вам не безразлично. Но дело в том, что это не первый мой эвакуатор. Я уже все это проходил. Был у меня зубрёнок. Я его только пригнал. Работал в Каменьшахтинском. Делали водопровод и канализацию в детском лагере имени Зои Космодемьянской. Так лагерь назывался и называется по сей день. Ну и был у меня камазёнок. Решил я его продать, потому что он бортовой. И купил зубрёнка, эвакуатор. Ну и мы в этом лагере накопали металла с, получается, канализации. Чугунная труба старая. Я предложил мастерам, говорю, давайте сдадим и в баньку сходим. Ну давайте. Нагрузили мы этого металла, значит, на зубрёнка. Ехал, ехал. Вот пункт приёма металлолома. А там, как бы, надо было съезжать с обочины, так раз. Как сказать, не траншея, а, получается, полога и резкий подъём. Ну а я-то на эвакуаторе никогда не ездил. Нырнул и завис. Уазиком сдёргнули меня и поехал я дальше. Всё, потом приноровился, что берёшь диагональ там побольше. В общем, всё это терпимо. Сделал я этот хвост, да потому что мне удобно. Я не хочу таскать сходни, потому что каждый, каждое межсезонье я как свинья весь грязный. А я люблю работать в чистом. Я выезжаю работать в чистой одежде, делаю два заказа и надо стирать. Машинка стиральная вообще не останавливается, всё время стирает вещи, потому что я то локтём зацепился за сходни. То пузо испачкал, ну, куртку. Надоело. Вот собирался, собирался. Тот-то кузов красный, который был я делал на скорую руку, без переоборудования, без ничего. Просто сделал и поехал. Меня пару раз минки поймали, гаишники. И я переделал, переоформил машину как эвакуатор и сделал нормальный кузов сейчас на неё. И теперь мне не надо таскать сходни. Я могу грузиться без сходни. Вообще никак не отжался только в кузове ковшом и поехал вперёд. Всё. Не надо больше ничего делать. Не крутиться, не вертеться, не сзади отжиматься, не сбоку. Один раз отжался и заехал. Всё. И также один раз отжался от кузова и спустился. Я теперь буду чистый. Ну и ещё попутно какие-то большие машины смогу возить. Болиды спортивные, конечно, не смогу, потому что они очень низкие, а КАМАЗ высокий. И получается угол заезда всё равно у меня слишком большой. Про работу в чистом. То, что я говорю, люблю работать в чистом. Как-то работал я в горячем ключе. Там рядом деревня. Я уже забыл, как она называется. И шли мы вдоль обочины, копали траншею под оптику. У меня ещё был экскаватор Hitachi 75. Ну и копаю, копаю и дошёл до населённого этого пункта, до этой деревни. Там люди как бы сделали себе от трассы съезд во двор центральной улицы, скажем. И в неё сделали въезд. Щебнем отсыпали. У них там асфальта нету в этой деревне. И они за свой счёт как бы щебнем отсыпали дорогу. С асфальта на щебень съезжаешь и поехал по чистой дороге. И я дошёл до этого щебня. Его надо перекапывать этот въезд. Ну и остановился. Думаю, да, подожду. Мастеров приедут. А то сейчас тут силами люди прибегут и побьют меня, в общем. Остановился, вышел, гуляю там. Птичек рассматриваю, чирикаю там. Не чирикают. Ну, в общем, приходит человек. Ну и начинает мат-перемат. За ногу, за руку тебя. И в хвост, и в гриву. И ты такой, и сякой. Вы тут сейчас всё перекопаете нам. Да вы уже достали. Чё вы тут то такие? Чё за организация? Чё вы тут? Ты это самое? Кто вам дал разрешение? Слушал, слушал. Думаю, да надоело уже. Говорю, дядька, тебе чё от меня надо? Кто тебе дал разрешение? Кто такой? Кто? Типа, давай, останавливай свой экскаватор. Я не разрешаю копать. Я говорю, да сейчас приедут мастера и разговаривай с ними. Чё тебе от меня надо? А ты кто? Я говорю, я тракторист. На экскаваторе вот работаю. Да? Я говорю, да. Я думал, ты мастер. Я говорю, да не, я экскаваторщик. А чё ты, говорит, весь чистым ходишь? Я говорю, а чё мне надо, чтоб мазуда с меня висела? Не, ну трактористы должны грязные ходить, а ты чистый. Я думал, ты мастер. Я и пришёл голову у тебя колупать. Такая, в общем, история. А чё если, ну, у меня там рубашечка клетчатая, жилеточка, джинсы чистенькие. Ну, как, одеться в магазин человек идти, допустим. Или, ну, на свадьбу не пойдёшь, конечно. Ну, в чистом, в общем, работаю. Вот так человек удивился, говорит, обычно трактористы грязные у себя. А я люблю сезонную технику готовить, чтобы потом летом работать в чистом. А вот в межсезонье в чистом не получается тебе работать, сходни таскаю. Теперь буду и в межсезонье чистым. Да, бывают экстренные какие-то случаи, когда, скажем, рукав порвался. Ну, у меня есть вещи в машине, чтобы переодеться. Я раз, переоделся и погнал менять. А так, вроде самому приятно в чистом ходить. Всё же, как засранец, не хочется. Лебёдкой. Да, тоже умею ей пользоваться. Всё у меня. И полиспации, и блочки. Всё имеется. Но дело в том, что на момент, когда я снимал видео, первое об кузове оно, и сейчас я ещё ничего не приварил туда. Я не тороплюсь никуда, понимаете. Будут и петли, всё будет. Всему своё время. Большое спасибо за подсказки. Фары назад, стопы. Я уже новые заказал. Будут они... Что там такое? С погрузчика. Они будут узкие. И как раз туда вставать и утопать. Ламповые, без диодов. Я не хочу диодные. Большие диодные не влазят. Остальное всё ерунда. Поэтому... Откидные фары мне предлагал человек. Блин, вот... У него тоже канал на ютубе. Я забыл, правда, как называется. У него блоха, по-моему. Экскаватор. Говорит, сделай откидные. Блин, сейчас я посмотрю, как... Посмотрел. Павел Халин. Спасибо тебе за советы большое. Очень приятно. Но откидные фонари задние, как ты предлагаешь, как вы предлагаете, они меня не устраивают по одной простой причине. Я не хочу их каждый раз откидывать. Потому что, бывает, ты ездишь по 5-6 заказов за день делаешь. Да я просто эти провода переломаю. А зимой они одубеют и отломаются через неделю. Летом ещё походят. Да я не хочу ничего откидывать, закидывать. Мне как бы влом это делать. Я хочу приехать, подкладки кинуть под хвост. Разгрузиться и работать. Всё. Минимум телодвижений. Я ленивый. Вот и вся Петруха. Упоры какие-то делать не хочу тоже на сзади. Подкладки я сколотил, кинул и пошёл. Подкладки можно подложить и справа, и слева, и в яму, с под ямой. Как угодно. А эти ножки там, не ножки. Были у меня ножки на газоне. Я мини-погрузчик так и очень возил. Было всё это дело. Проходил. Я к критике отношусь как бы положительно, к любой. Всё же я сам выставляю своё видео на обозрение. Хочу переименовать канал. Катакопс. Вроде как-то и несерьёзно звучит. Если есть какие-то предложения, пишите. Рассмотрю, подумаю. Так вроде уже и привыкну. Вроде как-то и непонятное какое-то название. Оно у меня сложилось как-то спонтанно. Я хотел зарегистрироваться в Инстаграме. И у меня был экскаватор Като. Ну и копает. Като Коп. Хотел назвать канал. Начал регистрироваться и мне сказали, что этот ник занят. Я добавил букву С. Получилось Като Копс. Ну и когда создал канал на Ютубе, так его и назвал тоже Като Копс. Вот не знаю. Или оставить как есть или переименовать. Пишите своё мнение, как думаете. Оставить или переименовать. Просто переименовать не знаю, что. Фантазии не хватает. Может кто-то что-то подскажет интересное. Лебёдку когда прикрутил, хотел на всех парах быстрее, скорее. Думаю, сейчас я её быстренько подключу. И испытаем, как сказать, онлайн. Ну, хренушки там ночевал. Начал подсоединять лебёдку и вышло так, что клеммы заводские на проводах, которые шли с лебёдкой. Отверстия там на 8 в ушке, в клемме. А болты на аккумуляторе на 10. Ну и всё. Не срослось. Ну ничего, поехал по городу, поскитался, нашёл клеммы эти. Там клемма получается на 35 квадрат и ушко на 10 надо было, чтобы отверстие. Клеммы там нашёл, а прессовать не могу найти, где я всё. Позвонил одному товарищу, другому. Нет, не прессуют. Потом вспомнил, что у меня есть карифаны под названием Анториус. Это организация, в которой мы вот работали тем летом. Ну, я уже с ними пятый год работаю. Дренаж вот делали. Позвонил им, говорю, слушайте, парни, вы же электрики, там, связисты. У вас такая штука должна быть? Да, должна быть. Ну и взял я у них этот аппарат, пресс. И я прессовал дома, перепрессовал эти ушки. Ну и всё, в принципе, вот мы лебёдку и подключили. Сейчас я её размотаю. И покажу. Всё работает, всё шикарно. Хотелось, конечно, сразу так, с первого раза всё показать, но извиняйте, не получилось. Такой вот пульт дистанционного управления. Кнопочку зажимаешь. Сейчас красненькая загорится, всё в рабочем состоянии. Лебёдку отключать поставил массу. Ну, как на комбот, она такая же, абсолютно одинаковая. Раз, всё, массу нажали, питание заработало, всё отлично. Тут грибочек, раз, так, поднимаешь вверх, всё, лебёдка в нейтральном положении. И пошёл разматывать. Её можно вручную, можно пультом разматывать. Лебёдка RUNVA 17500, каких-то там американских. Уже мне кто-то подсказывал, я опять забыл. Всё, погнали. Всё тянет, всё супер. Я очень доволен. Я уже говорил в каком-то видео. Лебёдку покупал специальную, тихоходную. Она получается передаточное число 1,430. Я на неё закажу, ещё мне сделают чехол. Ну, то, что вот кузова накрывают, как не брезент, или брезент, как его правильно назвать. Из этого материала сделают чехол, снизу так раз, затянул, и всё, и лебёдка накрыта. Не буду я городить на неё никакие короба, ничего не буду делать, потому что и так уже вес остаточный остался у машины 6 тонн грузоподъёмности. Допустим, со старым кузовом он был чуть полегче, там 6,5, почти 7 тонн была грузоподъёмность машины. Сейчас я с этим кузовом съездил, взвесился, и у меня осталась моя грузоподъёмность 6 тонн. Сейчас ещё сходнее закину, и там уже ещё плюс пару сотен накинется. Я вообще поэтому и буду так, если когда буду возить свой экскаватор, я сходнее с собой возить не буду, в принципе. Потому что они и тарахтеть будут, они не нужны мне. Ну, а надо будет, если кого-то где-то потаскать, перевезти. Закинул сходни, погнал, пошабашил. Я, как вы понимаете, вообще, в принципе, не переживаю насчёт того, что у меня, может быть, чуть-чуть неудобный эвакуатор получился, в плане, что я там не смогу и то, и это возить. Так как у меня по документам эвакуатор, я сделал нормальный настоящий эвакуаторный кузов. Ну и, как вариант, просто для шабашки, подработки перевозить какую-то технику. Мало ли, может быть, придётся. Да и мне самому для удобства я уже объяснял, что я не хочу таскать сходнее. Основная работа у меня на экскаваторе. А это, как сопутствующая. Он есть и есть. Жрать не просит, деньги не проел, не пропил, сделал нормальный кузов. Я думаю, это уже неплохо. Начал делать короба под сходню. Туда будут задвигаться. Они сходни, получается, 2,40 длиной. 65 шириной буду делать. Вот он короб лежит. Второй. А сходни буду делать 60 на 80. Труба профильная. Тройка толщина у неё. И всё, думаю, попрёт. Такая скромненькая машина получается. До лебёдки 6 метров получается у меня кузов длина. От хвоста до лебёдки. Алечка с кадра убегает. В этот раз убегает. Обычно подбегает быстрее скорее. Алечка, девочка. Да ты ж моя хорошая. Нос в резик где-то лазила. Ну всё. Всем привет. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!